Отлично, вижу, вижу, вижу Аня, Аня, Оля, Дмитрий Горюк, это Молдавия, Молдавия, очень классно, да, Наташу вижу с мужем, Оля, вижу, Оля, тебя, как дела у вас, отлично, мы еще пару минут подождем, Вижу Эльвира, Айфон Эльвира, да, вижу вас, да, пускай, да, это у нас, да, вижу, Аня, Аня, вижу тебя, отлично, здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер, И это хорошо, что мы здесь, это очень радует нас, вот, то сегодня будет презентация, 30-35-40 минут, я попробую вложиться в это время, потому что ровно через час Анатолий заканчивает только свое вступление, я шучу, и через 2 часа заканчиваю первую часть, ну да, но сегодня будет 30-35-40 минут, Вижу Лариса, Лариса, у вас красивая прическа, и красивые очки, это очень классно, не знаю, скорее всего, это Нью-Йорк, Эльвира, да, Эльвира, вижу тебя, очень классно, видно, видно, Эля, Эля, откуда ты, скажи, Нью-Йорк, откуда вы? Эльвира, я вижу, Эльвира, Лас-Вегас, мы только оттуда вы приехали недавно, Анатолия поздравили, 4 старых звезда, но это нормально, это где-то 39-40 тысяч, примерно, ну, в год, может, больше оно идет, вот, Вот, но сейчас только в августе, 30 августа, система, не потому что Анатолий такой умный или что-то еще, но система сама выталкивает нас на ту позицию, на которую даже я не ожидал, и это прошло 12 месяцев работы, И теперь я включу share, и вы меня не будете видеть, и я постараюсь вложиться вот в эти 35-40 минут, почему? 30 минут, потому что лучше я ничего не видел, за 32 года в Америке лучше я ничего не видел, и вот Аня улыбается, Потому что у нее муж испанского происхождения, говорит на испанском, и теперь у нее будут заходить испанцы рано или поздно, и когда я сказал, посмотри, сколько у тебя контактов, она мне, не помню, сколько, или 28, или 38, или сколько, Аня, ты сказала, у тебя с Испанией людей? Ой, с Мексики я не знаю, вообще-то у меня 110 человек набралось. 110 человек испанцев, я сказал, по-моему, Анатолию надо будет уже испанский язык учить, у нее муж испанец, и она говорит чисто на испанском языке, я благодарю, что ты зашла, твоя мама зашла в этот бизнес, И я знаю секрет, можно всем сказать секрет? У тебя в доме самая лучшая вода. Знаешь почему? Потому что у нее стоит во дворе колодец, и Анатолий пьет воду, я говорю, я приеду к вам, буду презентацию делать, но если с колодца воду мне не дадите, не буду делать. А не дают воду. Спасибо, Аня. Окей. Ну, я рад всех видеть. Сегодня у нас будет Нью-Йорк и Калифорния. И пускай Бог благословит. Почему? Если вы находитесь здесь сегодня, это точно Бог на небе решил благословить Ларису, Илону, Айя, Питера, Олю, Аню и, ну, всех, любого человека, и Эльвиру, конечно, Лас-Вегас это очень хорошо. У тебя прическа точно, как будто бы ты в Лас-Вегасе. Наставник, это ваша Рахиль, вы меня не узнали просто. О, Рахиль, а почему ты сказала, что ты в Лас-Вегасе? Я не сказала. Вы так подумали, я не могла включить микрофончик, и вы это сказали. Я не знаю почему. Молодец. Не знаю, хорошо, что ты мне сказал. Я ее назвал Рахиль, потому что похоже на еврейку. И у нас Альбина. Альбина и Люда. На одну минуту можете микрофон включить? На одну минуту. Да, прощите. Здравствуйте. Да, шалом. Смотрите, мой вопрос к вам. Как долго вы вошли в этот бизнес? Полтора месяца назад. Полтора месяца. Сколько недель назад я начал с вами работать? Полторы недели, ну, две недели. Две недели. Сколько человек у тебя зашло в своих собственных, вот персональных? Пять человек персональных. Пять человек. Сколько у тебя за этот полтора месяца, сколько всего людей? Тридцать три человека. Тридцать три. И также у ее сестренка вошла, потому что не зависит. А через десять дней, она здесь полтора месяца, она начала с Анатолием работать. Сколько? Две недели назад, даже еще нет. Когда я зашел, у нее было сколько человек? Девять. Девять человек. И она ночью улыбается, даже когда спит. А как я знаю, ее сестра сказала, ее звать Люда. Люда, сколько ты в этом бизнесе? А я зашла позже, чем моя сестра. Сколько? Две недели где-то я работаю. Я две недели только работаю здесь. Сколько ты пригласила сама лично? Три человека. Три человека. Сколько твоя команда за две недели? Я думаю, уже где-то семнадцать человек. Семнадцать. Ты радуешься? Ты знаешь, что тебе нравится? Очень, очень радуюсь. Молодец. Ну хорошо. Я сделаю презентацию, потому что уже, ну, как все здесь. И я покажу, как, ну, как Бог дал мне делать презентацию. Это очень легко. И когда я зашел, я не любил путешествовать. И я сказал Сергею, и я сказал Вере, Вера и Сергею, если там есть деньги, покажи, как зарабатывать. И я зайду, чтобы зарабатывать, потому что я за тридцать два года устал вообще на кого-то работать. И слава Богу, что двенадцать месяцев у меня тридцатого числа я ушел с моей старой работой тридцатого августа. И тридцатого августа в час тридцать ночи, не потому что я умный, потому что я пригласил только одиннадцать человек. Одиннадцать. И сейчас, тридцатого августа, у меня зашла Австралия, это вот как раз у Альбины, и Португалия. В час тридцать ночи мы записали людей, и система вытолкнула меня на амбассадор. Стоит это делать? Стоит сто процентов. И покажу, ну, как Анатолий делает презентацию. Я слышал, много презентаций. Я обожаю все презентации. Не бывает плохих презентаций. Бывают презентации непонятные. Ну вот думаю, что эта презентация будет понятной. Окей? И пускай Бог благословит. Сейчас вы будете видеть мой экран. И я захожу вот сюда. Эту презентацию я сделал двенадцать месяцев назад. И мы начнем с самого начала. И это сказал Варрен Баффер. Мне понравились мысли. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Что это такое? Вот если кто-то вам не покажет путь, чтобы деньги приходили, когда вы спите, то вы будете работать до тех пор, пока не умрете. Почему? Если человек вышел на работу, и он поработал, ему заплатили. Но вот сегодня в этом доме, в котором, ну, я взял бренд, женщина мне текстанула, она хозяйка. И по какой-то причине она парковала лодку задом или передом, не знаю как. Но у нее четыре пальца зажало. Она в emergency. Она профессор. Она работает в университете. И что получилось? Она говорит, все. Теперь я, наверное, недели, две, три месяц не смогу печатать. Она уйдет с работы, и компания, вот она напечатала, не сможет ей платить деньги все это время. И она только-только-только, вот, наверное, три недели как зашла в этот бизнес. И я ей сразу напечатал, хорошо, что у вас есть пассивный доход, который пока не начался. Она только записалась. Окей? И я покажу, что это такое. В 2013 году компания начала свое существование. И это не новое. И это хорошо. И когда я зашел, было 63 страны. Но теперь за 12 этих рабочих, я 14 месяцев как подписался, но 12 месяцев работаю. И за 63 страны были, но теперь уже 75. Что такое millions paid in commission? Каждую среду, кто вышел даже на позицию, скажем, один старт директор или меньше, или платим директор, вам будет каждый день платиться пассивный доход. И millions paid, это значит, каждую среду вы можете снимать деньги. Дэдфри, prepaid 2023, наша компания ничего, ничего никому не должен. Мадрид, Спейн. Почему Мадрид? Это главный офис. Я так думаю, что наш президент Дэвид Харт, Аделла Харт, она из Испании. Может быть, по этой причине у нас и открылся главный офис в Испании. Теперь, как только мне показал этот бизнес Сергей и Вера, они молодые люди, им не так много лет. И я скажу, я ему сразу сказал, Серега, ну ты покажи, если там можно зарабатывать, то я зайду. Он мне говорит, там столько денег, сколько у тебя в голове даже не поместится. Я сказал, мне это уже нравится. И когда я зашел, он говорит мне, Анатолий, один раз, но он спросил, знаешь, что такое Коско? Я говорю, да. Что такое Сэмсклаб? Я говорю, да. А что такое 24 hours фитнес? Я говорю, да. Он говорит, это мембершип. Точно такой же наш президент придумал мембершип, только в туризме. Я сказал колоссально. Дальше он мне говорит, один раз в Коско ты платишь каждый год. Сейчас идет 120 долларов в Коско. Прошел год, 120. В нашей компании один раз я лично заплатил 14 месяцев назад 349,95 центов, 350 долларов я заплатил за всю мою жизнь в этой компании 12 месяцев. И он мне говорит, у тебя будет в руках, ты будешь самодорогооплачиваемым человеком. Ты будешь как турагент. Я его так послушал. И он мне говорит, у тебя в руках будет резорт, гостиница, круизы, каррентал, парки, дискнелэн и самолеты. Как только я услышал самолеты, я останавливаю все и говорю Сергею, Серега, слушай, ты мне говоришь, что это классный бизнес. Я тебе говорю, я 32 года прожил в Америке. Я могу продавать, нет проблем. И продавал, и был так селсмен. Когда-то давным-давно, 10 лет назад, я Игоря пригласил в тот бизнес, в котором я был. И он тоже умеет продавать. И одним словом, я ему говорю, мне не нравится этот бизнес, ты можешь здесь закончить. Он говорит, почему? А я ему говорю, смотри, если кто-то опоздает на самолет, он мне будет звонить и говорить, Анатолий, мне нужно поменять билет. Или я опоздал на самолет. Я говорю, я седой, но я через месяц буду лысый. Мои волосы упадут. Почему? Я не хочу никаких кастуров, не хочу, чтобы кто-то мне звонил. Не надо. Он мне говорит одно предложение. Из-за этого предложения я сразу ему в этот день сказал, где подписаться, дай мне. И в этот день я подписался. Какое предложение он мне сказал? Я вам покажу и докажу, что он меня не обманул. Он мне говорит, Анатолий, у тебя никогда, никогда не будет ни одного кастумера. Как только он сказал, не будет кастумера, у меня в голове что-то кликнуло. И я сказал, подожди, у меня никогда не будет клиентов? Он говорит, нет. Я говорю, ты не шутишь. Он говорит, нет. Я сказал, сколько ты в этом бизнесе? Он говорит, 4 месяца. Сколько твоя жена в бизнесе, в этом бизнесе? 4 месяца. Сколько ты получаешь пассивный доход? Я всегда искал пассивный доход. И последний бизнес, который мы делали с Игорем, там надо было продавать газ, свет, телефон, интернет. Это тоже был нетворк, но там было 6 веточек. Я умирал там, ну так, если сказать, потому что 6 веточек – это не 2. Это называется бинарная система. И я покажу, что такое бинарная система. Теперь смотри, Серега говорит, окей, твое дело, здесь нет кастумеров. И он говорит, я говорю, сколько ты получаешь здесь пассивный доход за 4 месяца? Он мне говорит, 20 тысяч долларов в год. И моя жена 20 тысяч долларов в год. Я сказал, подожди, ты сделал за 4 месяца 40 тысяч пассивный доход без кастумеров? У тебя нет ни одного кастумера? Он говорит, нет. Тогда он пригласил где-то 9 или 10 человек. И у Веры было где-то, может быть, 7-8 человек. Сейчас у нее 15 человек. Я говорю, покажи. Он мне показывает, у него большой ноль. У меня сегодня, я посмотрел, 444 партнера. Я пригласил в этот бизнес 11 человек. И у меня нет ни одного кастумера. Мне никто никогда не позвонил за эти 12 месяцев. Я сказал, классно, покажи дальше. Он мне говорит, здесь я в этой компании нету миллионов долларов. Здесь я есть 9 триллионов долларов. А я не понимал, потому что я рос в детдоме. И у меня по математике было 3 с минусом. Почему? Я знал, что такое 1 миллион. 1 миллион – это 6 нулей. Но 9 триллионов, сколько в триллионе нулей? Мне все равно. Лишь бы, чтобы была одна цифра спереди, однерка. А здесь 9 триллионов. Теперь я говорю, классно. И он мне дальше показывает и говорит, я говорю, что я буду иметь за 350 долларов, которые я положил, чтобы купить мембершип. Он говорит, у тебя не будет один веб-сайт. У тебя не будет два веб-сайта. У тебя не будет три веб-сайта. У тебя будет пять веб-сайтов по Америке. Потому что у меня зашли за эти 12 месяцев 13 стран. 13 стран. И у меня в Казахстане зарабатывают деньги Швейцария, Польша, Кипр. Потом Казахстан, Киргизстан, Узбекистан зашел. Потом Израиль зашел. Швейцария, Англия зашла. 13 стран. Мы посчитались с Марины. Марина в этом бизнесе. И я вот научил. Три-четыре человека. Пятая – это Рахим. И есть шестая. Это будет у нас Альбина. И седьмой человек – это Люда. Они только зашли. И он мне говорит, окей, первый веб-сайт тебе дает до 50% скидки. Я говорю, отлично. Сколько? Вместо 2 миллиона гостиниц я сказал, о, 2000 гостиниц. Он говорит, Анатолий, это 6 нулей. Он говорит, 2 миллиона. Я сказал, хорошо, 2 миллиона. Нет проблем. 50% скидка. Второй веб-сайт дает до 80%. Потому что этот бизнес будет идти от 40% до 80%. Но когда вот у меня прошло много больше времени, иногда я захожу на свой веб-сайт. У меня сегодня показывает 96% дискаунт. В некоторых случаях 100% дискаунт. И Сергей об этом знает. И он мне показал свое. И у меня тоже 96%. Если гостиница стоит 1000 долларов, знаете, сколько Анатолий заплатит? 40 долларов. И это классно, да. Здесь он показывает, что World Tours называется 100 курортных мест. Каждые 18 месяцев компания дает нам. Это если Дубай стоит ритейл рейд 800 долларов плюс такса, это будет 1100. 5-стар гостиница, то у вас будет через Травурию минимум 2 человека 99 долларов. Третий мой любимый. Когда он показал Герои 2000 Резорт и 300 тысяч недель. Наша компания, как я учу мою команду, мне спрашивают, где они зарабатывают. Они выкупили уже за полгода вперед 300 тысяч недель. И нам дают за копейки, за какие копейки, когда я увидел, Canary Island стоит 900 долларов на 2 человека, потому что это студия, 8 дней, 7 ночей, 7 долларов. Я на его диване смеялся. Я говорю, Серега, а слушай, а может быть там они забыли какой-то 1-0 поставить? Хотя бы 70 долларов плюс такса. Он говорит, Анатолий, у нас такие цены. Я говорю, обожаю. Я влюбился в эту компанию. Как только вы влюбитесь в эту компанию, компания влюбится в вас. Кабусан Лукас стоит 1300. Я отвозил Веру и Сергея. Я отвозил, как раз они ехали в Мексику. 1300 плюс такса, полторы тысячи. 8 дней, 7 ночей. Один бедром будет 149 долларов. Что сделал я? Как только я вошел в этот бизнес, только послушайте внимательно. Вы можете сделать. Я сделал моей команды. Я увидел лидеров 4-5 человек. Я сказал, Марина, Юля, Света. Я сказал, Карина, сделайте вот это. Что Анатолий сделал? Я сделал этот буклет. Я вытащил. Нельзя писать в компанию. Я просто написал, какие у нас цены. Ты не можешь писать. Не можешь рекламировать, потому что ты даешь цену. Канкунг. Смотри. Эти фотографии я поставил. Написал мой телефон. И это буклет. Сразу скажу. Если вы в Америке, зайдите на сайт. Так называется. Вистапринт.ком Я сам делал бесплатный дизайн. Колоссальное качество. Но я заплатил. 250 штук заказал. И они пришли. Может быть, 100 долларов или 120 долларов. Но дизайн я сам делал. И вы сами можете делать очень легко. Называется Вистапринт.ком Окей. И я посоветовал мои. И вот Олеся даже тоже сказала. Анатолий, я тоже такое хочу. Смотрите, что случилось. Я делал презентацию Марине. Это было, ну, очень давно. 3-4 месяца, 2 месяца назад. И когда я сделал этот буклет, я говорю, смотри. Канкунг. All inclusive. Завтрак. Обед. Ужин. С 12 по 16. 5 дней. 4 ночи. Максимум 4 человека. С едой. 499. Мне Марина говорит. Анатолий, а можно зайти на экспедицию, посмотреть? Или booking. Она заходит. Это ее телефон. Она говорит. Давай посмотрим. Точно такие же даты. Точно такая же гостиница. Grand Palladium Costa. Оно стоило 4756 долларов. 40 центов. В 10 раз меньше. У нас 499. Там 5000. А здесь 500 долларов. Дубай 49 долларов. Вы не найдете. И когда ко мне пришли с церкви, скажу. Это было очень давно. И одна муж с женой пришли. И они такие приехали на Мазерати. И я вышел, встретил. Это было мое самое начало, когда я им показывал там 49 Дубай. И все такое. И эта женщина говорит мне. Анатолий, она мне полтора часа просто говорила. Я еще тогда презентации так сильно не делал, так не вникал. Да, я поищу. Она у меня где-то час с лишним сидела. Я искала, что-то сравнивала. И потом мне говорит. Анатолий, если я еще чуть-чуть больше посижу, то я, говорит, примерно такие цены найду. Я сказал, ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Я говорю, это Private Traveler Club. Закрытый клуб путешественников. Если ты хоть, я еврей. Если ты хоть найдешь приблизительно или точно такие же цены, как вот здесь, 49 долларов, ты не найдешь. Но если ты найдешь, я перед тобою съем эту бумажку и пойду в туалет. И мы посмеялись. И она никогда не найдет. Теперь следующее. Сергей мне показывает и говорит. Анатолий, один раз заплатишь. Здесь три пакета. Silver, Titanium и Platinum. Ну, в мои глаза сразу идут. Most popular. Почему? Я хочу больше зарабатывать. И чтобы у меня больше был дискаунт. Скидки на гостиницы. Я говорю, где? Как можно? Он мне говорит, окей, 350 долларов заплатил. А я вижу и мои глаза видят. Что-то там еще. 135 долларов. У меня мозг включается. Я говорю, Серега, нехорошо. Я не хочу. Каждый месяц. Что это такое? Он говорит, фи. Я говорю, это каждый месяц? Он говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, что я не хочу выбрасывать 135. Я буду просто выкидывать. Он меня останавливает и говорит одно предложение. Анатолий, успокойся. Никогда у тебя ни один доллар не пропадет. Я говорю, почему? У тебя есть back office. Или называется, где рабочий стол. И у тебя собираются каждый месяц 135-135. И тебе взамен этого дает travel points. В два раза больше points. 270. Я говорю, подожди. Что это такое? И он мне объясняет. Смотри, Анатолий. 12 месяцев ты откладываешь эти деньги на путешествие. Я говорю, сколько соберется? Он говорит, 1600 долларов. Но тебе, говорю, 3240 поинтов. Я говорю, подожди. А что я буду делать с поинтами? Он говорит, ты будешь ездить вот за такие цены. 7 долларов. 149 долларов плюс такса. Два бедрума Орландо-Флорида. 142 плюс за общую сумму таксы. И я говорю, ну, в принципе, неплохо. И у него спрашивают, как ты думаешь, Серега, вот смотри, ну, вот есть что-то хоть чуть-чуть что-то лучшее. Он мне говорит, я знал, что ты спросишь, что тебе еще нужно что-то лучшее. Я говорю, да. Он говорит, да. Он говорит, есть. Я говорю, что? Он говорит, скажу тебе, потому что я знал, что ты спросишь этот вопрос. И говорит, хочешь, на всю жизнь тебе будет бесплатный мембершип. Я сказал, ты что? Он говорит, сделай маленькую работу. Я сказал, какую? Я съем эту работу. Я за 4 дня съел эту работу. Почему? У меня дочка здесь родилась. У меня сын здесь родился. И у меня сестренка живет в Орлендж-Каунте. Она осталась одна, у нее двое детишек, и они любят отдыхать, путешествовать. Это маленькая работа. Refer three friends and your is free. Только пригласи три человека, которые захотят отдыхать, которые захотят путешествовать. И у тебя мембершип становится бесплатным. Такой же пакет возьмут из трех. Но у меня никто почти, два человека только зашли, которые взяли середину, титаниум. Но в основном у меня берут 99,9% платину. Как только они взяли три, и они начинают юзать этот пакет, им нравится отдыхать, нет проблем. У меня зашли 444 партнера. Теперь 70% людей отдыхают, они платят. Я делал доктору в Сиэтле, и его жена доктор Дентал. И я им говорю, что там можно зарабатывать такие деньги. Я покажу, сколько денег можно зарабатывать. Когда я дошел до амбассадора, что 10 тысяч в месяц, он мне говорит, Анатолий, слушай, не занимай мое время, мне не нужны пассивные доходы. А я говорю, почему? У нас полтора миллиона в год, потому что у нас свой собственный дентал офис. Моя жена доктор, я доктор. У нас там 8-9 человек работают. Это нормально. И у меня тоже включился мозг. Он говорит, мы берем два мемберши. Почему? Мы хотим четыре раза. Ты первый год едешь три раза. Потому что как только ты заплатил 350 долларов, у тебя через две недели, забыл сказать, подарочное путешествие. Плюс, как только, смотрите внимательно, я пригласил три человека, Наташа, Саша и Миша. Я пригласил дочку, сына и моя сестренка, мама-одиночка, двое детей. Она только неделю назад поехала по подарочному в Сан-Диего, но Палм-Спрингс. Она хотела в Сан-Диего, но выбрала Палм-Спрингс. Отдохнула, она, ну, заплатила только таксы. Три человека я пригласил за четыре дня. У меня начало приходить на мой аккаунт 135 долларов каждый месяц или 1620 долларов в год. Я смотрю на телефоне, на пятый, шестой, седьмой день приходит 4 доллара 45 копеек. 4 доллара 45 копеек. Я звоню, Серега, слушай, каждый день приходит 445. Что это такое? Он говорит, я же тебе говорил, это пассивный доход. Я ему говорю по телефону, я 32 года прожил 4,45 в день. Так мало я не получал. Он кричит, пассивный доход. Я ему кричу, спасибо. И это было только, только начало. Почему? А потому что 4,45 умножить, он мне говорит, 12 месяцев умножить на 4,45, получается 137 долларов. Это те деньги, которые не надо будет платить тебе мембаршит. Оно покрывает тебе, приходит виза, карт с нашей компании. И уже деньги с визы твоей карты не снимаются. Идет все с той карточки, которая пришла тебе от компании. Теперь показываю. И говорю, вот эта девочка слева. Вот это Сергей, который пригласил меня. Спасибо Сергею Коцарубову. Спасибо Вере Коцарубову. Она мне взяла за руку и сказала, Анатолий, иди, послушай моего мужа. Я говорю, Вера, я никакие бизнесы уже 10 лет не делаю. Я был менеджером. У меня все нормально. Деньги идут. Я не работаю. Я даю только работу менеджером. Она мне говорит два слова. Помоги мне. Как только она сказала, помоги мне, я сказал, в чем тебе нужна помощь? Послушай моего мужа 15 минут. Я сказал ей, я послушаю, но в бизнес я не зайду. Я поехал к ним домой на обед, потому что там босс меня не отпускал. И я приехал к ним домой. Я говорю, у меня один час обед. Я даю мой обед, давай я буду здесь. Он мне показал за 20-30 минут. Заняло, может быть, чуть больше, потому что я начал задавать вопросы. И я после, как только он это сказал, два дня я не спал. Я закрыл мои глаза. И мой мозг, мои глаза были закрыты до утра. Но я так старался уснуть, и я не смог. Мой мозг работал до утра. Я еле как. Я не спал. Я открыл глаза, и я сказал два слова. Как только я открыл глаза, я сказал два слова. Сэмпл бизнес. Простой бизнес. Я никогда легче ничего не видел. И три человека зашли сразу. Это большое потом свидетельство. Я рассказывал сегодня на митинге. Я как-то расскажу. Одним словом, вот эта девочка, один старый директор Юля, вышла за две с половиной недели. Она мне говорит, Анатолий, у меня нет три человека. Я сказал, да? Да. Я подумал, вообще нет. Она говорит, у меня четыре, пять, шесть. Я говорю, приведи сначала два своего мужа, и там кто есть у тебя, два в левую сторону, и два человека в правую. Она привела четыре человека. И она выходит на один старый директор за две с половиной недели. Четыре тысячи восемьсот долларов в год, и минимум триста, четыреста я получал. Пятьсот, пятьсот пятьдесят долларов в месяц. И это сделала Юля. Кто такой Анатолий? Смотрите, это фотографии все мои, ну, моя команда. И я скажу, за два месяца и две недели, не потому, что я умный, не потому, что это любой человек может сделать. Почему? Я сказал, я только буду помогать людям, чтобы они приводили по три человека. Скажу секрет. В чем заключается секрет, что четыреста сорок четыре человека сейчас в нашей команде, два старых директора за два месяца и две недели. Сколько это по деньгам? Это восемнадцать тысяч долларов в год или тысяча пятьсот минимум идет в месяц. Но там можно получать тысяча восемьсот, тысяча девятьсот. Я получал две, две сто. Я не получал восемнадцать тысяч. Я получал двадцать тысяч. Почему? Потому что я пригласил семь человек потом. Семь умножить на три. Я понял, что нужно сделать платинум-директор. 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 Зачем? А потому что, когда ты делаешь платинум-директор, во-первых, вот эти люди, которые уже платинум-директор, секрет скажу. Они никогда не выйдут с этой компанией. Почему? А потому что уже мембершип бесплатный. Получается, что три зашли. Потом я говорю, пригласи четвертого. Почему? Как только ты становишься один старый директор, у тебя будет четыре тысячи восемьсот в год минимум. И вот Альбина, вот про эту девочку. Помните, когда мы начинали, я у нее спросил, сколько ты в этом бизнесе? Она говорит, полтора месяца. Я говорю, Альбина, я начал с ней работать полторы недели назад. Когда я с ней познакомился полторы недели назад, у нее уже было девять человек. И я ей сказал, хочешь с Анатолием поработать? Очень хочу. Теперь у нее 33 человека. Я ей сказал, молчи, как рыба. Она сказала, да, да. Каждому человеку я сказал такие слова. Как только ты войдешь в этот бизнес, ты работать не будешь. Альбина говорит, почему? Я говорю, ты не сможешь объяснить. Ты работать не будешь один месяц, два месяца, три. Но через два месяца ты меня послушаешь пять, десять, пятнадцать раз. Это что произошло? Марина. Видите, два старых директора. Марина. Она помогла мужу. Муж стал два старых директора. Муж помогает жене. И это семейный бизнес. Она сейчас будет тоже два старых директора. Она говорит, Анатолий, сколько Марина пригласила? Она пригласила четыре человека сама. И муж пригласил, не помню, семь человек. Муж пригласил. Семь плюс четыре, одиннадцать. У нее больше шестьдесят человек. Почему? Потому что я делал работу за место них. Но потом Марина сказала через два месяца, Анатолий, хочу вашу презентацию, вышлите мне. Я сказала, я тебя проверю, как ты идешь. Говоришь, точно так. И получилось, мне понравилось. Через два месяца она ушла и сама. Она открыла тринадцать разных стран. Почему? Я их не открывал. Я только ее научил. Кипр, там, 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 там. Она мне список написала. Я говорю, напиши мне все. И я поставлю в следующий раз, какие страны ты открыла. Это Игорь и Лариса. За пять с половиной месяцев они дошли до амбассадора. У него пятнадцать амбассадоров. У меня четыре. У меня четыре человека будет вправе. Линия амбассадора. Я вижу их. И четыре человека влево. Почему? У меня сейчас уже шесть человек, которые вышли на двадцать тысяч долларов. И, наверное, пятнадцать или тринадцать человек у меня один стар, один стар, один стар. А как вы думаете, если муж и жена по один стар, один стар, это шестнадцать, восемь и восемь и восемь, шестнадцать. Тридцать два человека уже у них за несколько месяцев. Пойдут они на две тысячи в месяц? Да. Надо их научить. Научите. Дайте спонсорам. Пускай спонсоры сделают работу за место вас. И вот теперь двенадцать месяцев. Прошло тридцатого августа. Я написал письмо. Этот, ну, скажем, мягко, нехороший человек. Хороший босс. Хорошо платил. Но за пять лет я на него проработал. Пять лет. У меня это на английском письмо есть. Тридцатого числа я писал письмо. Я хотел ему написать такие слова нехорошие. Ну, как бы, хорошие. Ну, ну, совсем, ну, не смог. И я ему пишу. Спасибо тебе большое. Ты мне дал пять лет. Ты благословлял меня. У меня была операция. И никто меня не взял. Мне некуда было идти. У них. Они мультимиллионеры. Он купил то здание, где я работал. За тринадцать с половиной миллионов долларов. И это, это мусульмане, они взяли меня домой. Они меня кормили. Мы подружились до сегодняшнего дня. Но я устал работать по пятнадцать часов. Я не раб. Я не хочу работать 14-15 часов. И когда я писал, спасибо тебе за это, спасибо, я ни одного плохого слова не написал. Почему? Пять лет он мне не дал ни разу отпуск. Ни разу. Все, которых я набрал, было 10-12 человек, которые работали. Я их набрал. Они работали, приносили хорошие деньги ему. Все отдыхали, кроме Анатолия. И я ему сказал, мой отец умирает. Он был кома. У меня было 13 марта день рождения. Отец 16 марта ушел. Он умер. И он меня не отпустил и сказал такие слова. И я ему напечатал письмо. Я говорю, Вакар Кхан, I want to go to the vacation anyway. И он мне пишет, я хочу уйти все равно. Он мне пишет такие слова. No problem. You can go to the vacation. But when you come back, I'm not make sure your position is going to be available. Он сказал, я не знаю, будет ли твоя позиция свободна. Я ему пишу. Don't worry. Tomorrow I am quit. Это было 29 число. Почему я запомнил? 30 число я написал. 30 августа. Bye-bye. 30 августа я спал в этом доме. И я делал. Меня разбудили, потому что Казахстан и там другие страны. Они мне звонят. И я просыпаюсь. И Марина делает Швейцария или Италия. Мы стоим и делаем презентации. Два человека в час 30 или в час 40. Вот спасибо Филиппу заходит Австралия и заходит Португалия. И в час 30 я смотрю 188 левая нога и 225 или 235 правая нога уже давно, ну, перешла и идет на амбассадор одну звездочку. И я сказал, халлилуйя. И я до утра не смог уснуть. Я спал пару часов. Ну, потому что, думаю, вот как Бог делает. Почему? 30 числа он мне не дает мою позицию обратно, но Бог уже приготовил позицию другую. Поэтому не пропустите. Тогда вы приходите, ну, или вот на Zoom, или кто-то вас пригласил. О, вот это Юля. Смотрите, это Юля. Она через 6-7 месяцев вышла на три старт-директора. У меня 6 человек на два старт-директора 20 тысяч. Юля. И еще вот человек, Алекс, Алекс. Видите? Он три старт-директор. Потом расскажу, что это такое, потому что время вот вышло. Расскажу. Вот это почему. Алекс, Алекс. Он три старт и она. Но почему я его подчеркнул красным? Он записал 5 человек. 5. Когда зашел, жена там то, то, то. И говорит мне, я сам буду делать презентацию. Анатолий, не мешай, он бизнесмен. Я говорю, не делай. Если ты будешь делать, тебя не поймут, тебя засыпят вопросами. Но, 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 но. Проходит неделя, месяц, полтора. Он поехал где-то отдохнул, приехал. Два месяца через, на третий месяц он делает всем cancel, cancel, cancel. Я смотрю и сказал, Леша, что ты сделал? Он говорит, это не работает. Это ничего не работает. Там накричал на меня и все такое. Я сказал, нет проблем. И я вижу, через 5 с половиной, может быть, 6 месяцев прошло, он становится три старт-директором. Сергей мне говорит, служите внимательно, позвони к нему, отправь это, скажи, что он потерял три старт-директор, это 36 тысяч долларов в год, пассивный доход. Если бы он 5 человек, потому что у него уже пошло левая веточка, правая веточка, кто-то кого-то привел. Если бы он платил даже 5 человек своим родственникам, как бы, ну, платили они, то он бы сейчас был три старт. А Сергей говорит, вышли ему. Я говорю, нет, Сергей, я хороший человек. Я не могу ему выслать это. Он говорит, да, да. Я говорю, я ему вышлю через 4 месяца. Почему? Я говорю, он станет амбассадором. Как только там был амбассадор, я ему вышлю и скажу, ты потерял 120 тысяч долларов в год, 10 тысяч каждый месяц. И Сергей улыбался. Почему? Не выходите. Делайте этот бизнес. Вы не знаете, кто кого приведет в левой, кто кого приведет в правой. Вот теперь Анатолий закончил свою первую часть. У нас хорошо. Вот, слава Богу. И я уже, ну, буду прощаться. Смотрите. Еще будет презентация. По-моему, вот Лариса мне хочет поставить на среду. Я не знаю во сколько. Пригласите своих сюда. Вам они будут сидеть дома. И это хорошо. Никто не хочет выезжать никуда. Только скажите, у меня есть классная информация. У тебя есть 20-25 минут дома посидеть и включить зум на телефоне вместо телевизора 20-30 минут посмотри. И это, может быть, поменяет твою жизнь и будешь получать столько, сколько в твоей голове не поместится. Вот теперь Анатолий закончил. И это хорошо. Пускай Бог благословит каждому. Нью-Йорк приглашайте. Там есть Канада. Вот Вера и Сергей пригласили. Она, по-моему, 15 человек. У него там 10 человек, 25 человек. Они 17 месяцев или 16 месяцев в этом бизнесе. Но у них доход, ну, вы понимаете, что такое амбассадор, одна звездочка. Вы у них спросите, и они вам скажут. Пускай Бог благословит. Все. До следующей среды. Вот будет среда. Я опять буду делать презентацию. Возьмите хотя бы одного-два. Одного-два пригласите. И я помогу сделать эту презентацию. А потом позвоните спонсору. И пускай спонсор расскажет и покажет, как записать человека. Все. Вот так я научил мою команду. Пускай Бог благословит.